Доброе утро! О событиях минувшего дня вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Андрей Григорьев. Смотрите в нашем выпуске. Трассу снова открыли в Удмуртии и возобновили движение по участку федеральной трассы М7 «Волга». Эффективность проверят. Контрольно-счетная палата Перми продолжит внимательно анализировать расходование средств из городской казны. Особое внимание уделят тратам на ремонт и создание объектов к 300-летию краевого центра. Книги первоклассникам в этом году юные школьники вновь получат в подарок на 1 сентября произведение прикамского автора. Не остались в стороне и вытащили ребенка. В Перми двое мужчин спасли двухлетнего мальчика и два не выпавшего из окна с высоты третьего этажа. Инцидент, который мог завершиться трагедией, произошел в девятиэтажном доме по улице Гашкова. Малыш, по словам очевидцев, самостоятельно открыл окно и начал выбираться наружу. Это заметили прохожие и бросились на помощь. С неравнодушными пермяками встретился Дмитрий Гаврилов. Можно сказать, что на адреналине все равно все сработало. Инстинкт какой-то все быстро-быстро. Скажем так о себе, не думал-думал. Что-то помочь. Если бы не реакция парней, то этот мальчик мог погибнуть или получить серьезные травмы. На месте происшествия Артем и Андрей оказались случайно. Сначала обратили внимание на крик, потом заметили, что прохожие смотрят вверх. В окне третьего этажа стоял ребенок. Мальчик-то начал на крик как раз-таки вылазить. Все ему кричали, остановись, иди там, мама тебя зовет. А он просто встает на подоконник, пытается вылезти. На принятие решения ушли секунды. Мужчины взяли лестницу в соседнем магазине и залезли на козырек парикмахерской, расположенной на первом этаже дома. Быстро среагировали, курточки сняли, за лестницей нам сходили. Залезли на козырек, поставили лестницу, начали спускать, получается, я держал лестницу. Андрей, так сказать, мой друг, забрал ребенка, все, спустил мне его, я, получается, его принял на козырьке. И там с козырька уже другим очевидцем спускал его. Ребенок, по словам очевидцев, не пострадал. Малыша сразу отнесли в тепло, в парикмахерскую. Я его схватила, обняла, он весь холодный, мокрый, трясется весь. Сюда принесла, чай ему налила, укутала. Я поднялся снова и уже залез в саму квартиру, дверь-то открываю, там младенец вообще в другой комнате лежал. Там телевизор этот, хожу там, мать, выпившая сидела, как бы по телефону разговаривала. Я говорю, девушка, у вас ребенок, через окно, чуть ли не выпало, вы, говорю, тут сидите. Она, ну, вся на панике, телефон, естественно, положила, все, в комнату забегает. И я так через окно, как бы, я говорю, а где, говорит, ребенок-то? Я говорю, передал, говорю, Артему. А потом, видимо, через другой вход уже мать притащили, пьяную. Не так, чтобы шаталась, но от нее запах был. Я спросила, почему у вас окно открыто? Она говорит, он сам открыл. Спасателям своего ребенка мать даже не сказала спасибо, но поступок парней все же не остался незамеченным. Пользователи в соцсетях написали множество слов благодарности. У кого-то, знаете, бывает такое, что детей вообще не получается, да, вот люди вроде что-то стараются, все. А кому-то, как бы, Бог дает, да. И тут такое вот происходит, просто у меня самого, ну, наверное, мне уже 30 лет, пока не получается. Вот я говорю, хотя вот вроде и работаю, и все, как бы, с женой вот, все сколько пробовали, то есть, а кому-то вот так вот достаются дети и не смотрят за ними. То есть, как бы, для меня безответственно, вот это, как бы, неприятно. Полиция начала проверку. По данному факту устанавливают обстоятельства произошедшего. Дмитрий Гаврилов, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. Трассу снова открыли. В Удмуртии возобновили движение по участку федеральной трассы М7 «Волга». Ранее, напомним, в районе деревни Загребина дорожное полотно размыло талами водами. О повреждении водопропускной трубы под автодорогой стало известно в минувший понедельник. Дорожники ремонтировали трассу два дня. В этом месте пришлось установить новую водопропускную трубу. Старая, по одной из версий, имела скрытый дефект. Сейчас трасса вновь пропускает автотранспорт, сообщил в своем телеграм-канале глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Верхний слой на отремонтированном участке выполнен в щебне с покрытием из уплотненной асфальтовой крошки. Специалисты будут внимательно следить за объектом. При возникновении просадок будет проводиться подсыпка инертных материалов. Сейчас на участке для обеспечения безопасности водителей введено скоростное ограничение 30 км в час. В правительстве республики отметили, что проведенный ремонт – это временная мера. Дорожные службы вернутся на объект после окончательных выводов о причинах возникновения провала и выработки нового проектного решения. Добавим, что повреждение полотна произошло на достаточно загруженном участке. Это дорога, соединяющая Пермь и Ижевск. Двое суток автотранспорт следовал в объезд. Юлия Олеева, Олег Романов, телевизионная служба новостей. В Пермском крае тем временем весенние проблемы испытывает дорога в селе Пешнигард. Местные жители в социальных сетях разместили фотографии, сделанные на одной из улиц. На кадрах видно, что обочину размыло, асфальт обвалился. Люди обеспокоены состоянием полотна и отмечают, что по этой дороге передвигаются в том числе школьные автобусы. Ситуацию прокомментировали местные власти. Произошел подмыв обочины дороги. В настоящее время участок локализован, огражден сигнальной лентой. Для предотвращения дальнейшего подмывания будет проведено восстановление обочин путем подсыпки инертными материалами. Администрация Кудымкорского муниципального округа осуществляет контроль. В летний период будет проведено дополнительное обследование с принятием решения по укреплению обочин и обустройству дополнительного водоотведения. Образ вождя рассыпался. В Кунгуре рухнул памятник Владимиру Ленину. Скульптура в городе появилась в середине прошлого века на площади перед зданием железнодорожного вокзала. В этом происшествии люди избежали неприятностей, сообщили подписчики паблика новостей Кунгурского округа. На площади возле железнодорожного вокзала обрушился памятник Ленину. За пару минут до происшествия под ногами вождя лежала собака, которая благополучно ушла до падения. В результате никто не пострадал, кроме самого Ленина. Семья погибшего мотоциклиста выиграла суд. ДТП со смертельным исходом произошло полтора года назад. 23-летний байкер двигался по улице Ижевская. Со стороны Пихтовой на перекресток выезжал автомобиль «Шевроле Круз». И их пути пересеклись. Как рассказали очевидцы, водитель легковушки мог не заметить мотоцикл, приближающийся на высокой скорости. Водитель автомобиля не уступил дорогу. Эндуро поднимался в гору с Ижевской на Холмогорскую. «Шевроле» выскочил с выезда за гарри. Мотоциклист скончался на месте происшествия. В полиции сообщили, что при выезде со второстепенной дороги водитель автомобиля не предоставил преимущества в движении. Мужчину приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. А родственники через суд смогли добиться компенсации – 2 миллиона 300 тысяч рублей. В межрайонном отделе службы судебных приставов на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании морального вреда. Так, находясь на исполнении, судебный пристав-исполнитель надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. Кроме этого, предупредил, что в случае неисполнения требований исполнительного документа, к должнику могут применяться меры принудительного исполнения. Должник выплатил полную сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Эффективность проверят. Контрольно-счетная палата Перми продолжит внимательно анализировать расходование средств из городской казны. На прошедшем пленарном заседании Гурдумы руководитель КСП Мария Батуева сообщила, что особое внимание уделят тратам на ремонт и создание объектов к 300-летию краевого центра. Основная часть проверок на 2-й клубе. Это связано с дорожной деятельностью. Улицу Ленина обязательно будем смотреть. Уже в плане. Мы будем смотреть капитальный иммун сквера возле гостиницы «Урал». В рамках программы развития сети образовательных организаций «Как строятся стадионы». У нас уже план составлен. Смотреть вот из наших выпусков. В ходе специальной военной операции погибли еще четверо наших земляков. Это Николай Чапуштанов из Красновичерска, Иван Миханошин из Кудымкара, Айдар Галимсаров из Бордымского муниципального округа, А также Вадим Нечаев. О его смерти сообщила администрация Александровского муниципального округа. Опасность сверху в виде кусков штукатурки и кирпичей. Двухэтажка по адресу Ветлушская, 22, Не только имеет крайне непрезентабельный внешний вид, Но и представляет опасность для пешеходов. Из-за постоянной сырости разрушилась часть кладки, И фрагменты фасада падают на головы людей. Состояние объекта оценивала Елена Яговцева. Того и гляди, прибьет. Это вид из квартиры на верхнем этаже здания. Дом разваливается на глазах у жильцов. Оголилась кирпичная кладка с наружной стороны. Осыпаются шлакоблоки. И если бы не балкон, который послужил в качестве защитно-улавливающего ограждения, Все фрагменты фасада улетели бы на тротуар. Буквально два дня назад обвалились кирпичи, И чуть-чуть, еще немного бы попало на прохожего, который проходил. Там даже дырка. Прямо уже видно, что там дыра становится, Вот вываливающаяся кирпичей. Камни, кирпичи, штукатурка. Все это валится, потому что капает вода. Именно постоянная сырость превратила шлакоблочные кирпичи в труху. Крыша в двухэтажке прохудилась еще несколько лет назад. Во время ливней вода сверху льется, как из ведра. Жильцы жаловались в различные инстанции с требованием отремонтировать крышу и фасад здания. Ответ коммунальщиков – денег на эти работы в бюджете не предусмотрено. Все уже разрушалось с этой стороны. Вообще все падало. Все кирпичи, все падало. Вообще страшно так было. А потом комиссия была. Как бы нас хотели аварийной, признать аварийной, но не признали аварийной. Год назад рабочие отремонтировали часть крыши с внутренней стороны дома. Замазали на стенах дыры. Но жильцы рано радовались. На внешнем фасаде, что выходит на тротуар, почему-то все осталось как есть. Мы попытались выяснить в управляющей компании обслуживающие здания, когда дойдет очередь до второй, более проблемной стороны. Но ни по одному из номеров дозвониться в организацию нам не удалось. У жителей, между тем, есть некоторые данные. Коммунальщики пояснили людям, что работы планируют начать в этом году. А пока приближаться к этому зданию очень опасно. Книги первоклассникам в этом году юные школьники вновь получат в подарок на 1 сентября произведение прикамского автора. Это повесть Пермяковой из Перми Ксении Гашевой. Писательница ранее отмечала, что книга рассказывает о нашем крае и его людях. Это книга для детей о любопытных фактах, связанных с Пермским краем. Однако это еще и сюжетная история. А не просто подборка курьезов. Главные герои книги – семья Пермяковых. Папа, мама, сын и дочь, которые переживают серию приключений. Как призналась писательница, книга для нее личная. Ее дедушка по материнской линии носил фамилию Пермяков. В Краевом министерстве образования отметили, что книги школьники получат в рамках акции «Подарок первокласснику». В прошлые годы детям вручали произведения Льва Давыдовичева, Андрея Зеленина, Льва Кузьмина и других авторов. Наш эфир продолжается. Не переключайтесь.